Здравствуйте! Вторник, 17 марта. И с вами программа Курзенского телевидения «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнения» в студии Олеси Пшененко. Сегодня в нашем выпуске. Съемочная группа Курзенского телевидения побывала на Венспилском пассажирском терминале во время прибытия из Швеции паромов с пассажирами. Мы также вам расскажем последние на этот час новости нашего города. Оставайтесь с нами. В ночь с 17 на 18 марта в Венспилском порту будет еще достаточно оживленно. Несмотря на то, что официально прекращены все пассажирские паромные перевозки, один паром в данное время все еще находится в Балтийском море. Также сегодня в 7 утра паром из Швеции пришел в наш город. А последний паром в шведский Нинесхамн отбыл вчера в 21.30. Несмотря на то, что оба эти парома обслуживает компания Стэнолайн, это было два абсолютно разных рейса. На пароме, который прибыл сегодня в 7 утра, были собраны все персональные данные пассажиров. И, по словам пассажиров, у них не было симптомов коронавируса. Утром на терминале всех прибывших встречали сотрудники неотложной медицинской помощи и погранохрана. И можно было по желанию сдать анализы на наличие COVID-19. Венспилский свободный порт к этому рейсу подготовился особенно. Чего нельзя сказать о вчерашнем рейсе парома в направлении Швеции. На терминале вчера отсутствовал какой-либо контроль. Не было никаких предупреждающих знаков, никаких дезинфицирующих средств. В каком городе будете? Ой, в Стокгольме. В Стокгольме, да? Не боитесь, что там тоже же коронавирус? Не боимся. Мы, как говорится, всегда руви. Как говорится, люди мы сибирские. Мы ничего не боимся. Ясно, ясно. А вот в Латвии какой-то такой стресс чувствуете, да, что все о вирусе говорят? Понимаете, ажиотаж очень полный, но это лишнее. Как бы коронавирус, я не считаю, что это вирус какой-то. Это просто простуда какая-то. Просто простуда. Никак себя особенно не осторожаете в это время? Нет. Простой простудой. С простым вирусом люди всегда боролись, то есть будут бороться. То есть не настолько это страшно, насколько все это выкладывают в соцсети. То есть, ну, даже в Инстаграме, ВК, Фейсбук, все это, то есть выходит уже за пределы. Вы знаете, что вот последние в Латвии и последние заболевшие приехали как раз из Швеции? Нет, я об этом ничего не знал. И, ну, и хочу согласиться со словами моего товарища о том, что это больше интернет. Из тебя чувствуется я здоровым? Нормально. 500 грамм я уже принял, нормально. Могу и там принять 500 грамм. И будет здоровье? Всегда. Насколько я в курсе, домой всегда можно вернуться? К сожалению, нет. Пока вот такая чрезвычайная ситуация невозможна. Ну, тогда, я думаю, ничего страшного. А вы знаете, если вы бы не купили билет на этот паром, вы бы не смогли поехать никуда? Ну, вообще я согласен с тем, что если что-то не купить, ничего не появится. Если же на пароме, который был объявлен Министерством транспорта, как спецрейс, всем пассажирам были даны строгие инструкции о необходимости карантина и ответственности за их несоблюдение, то паром, пришвартовавшийся в Венспилсе вчера в 20.00, прибыл в обычном режиме и его встречали без каких-либо особых мер безопасности. Напоминаем, что со вторника, 17 марта, пассажирские перевозки между Ниненсхамном и Венспилсом приостановлены до принятия дальнейших решений. Но жители Латвии, находящиеся в данный момент в Европе, все еще смогут вернуться домой на трех паромах, курсирующих между немецким Травемюндом и Лейпай с 17 по 23 марта. На данный момент, по сообщению Министерства иностранных дел, стало известно, что вечером 18 марта из немецкого порта Засниц в Венспилс отправится еще один паром, на котором домой будут возвращены те, кто оказался на польской границе. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения управлением Венспилского свободного порта было принято решение также ввести дополнительные меры безопасности. Управление Венспилского свободного порта информирует капитанов всех ходящих судов об объявленном в Латвии чрезвычайном положении и призывает членов экипажа не сходить с судна, пока оно стоит в Венспилском порту. Также сотрудников охраны портовых терминалов просят делать все, чтобы максимально сократить контакт работников терминалов и обслуживающих служб с экипажами судов. Лоцманы управления Венспилского свободного порта, которые ввиду своей работы не могут избежать контакта с членами экипажей, получают индивидуальные средства защиты перчатки и средства дезинфекции. Также управлением Венспилского свободного порта было принято решение сократить число собраний в управлении и отложить запланированные командировки. Диагностические работы для учеников третьих и шестых классов были запланированы на январь-феврале-март этого года. Было также запланировано, что централизованные экзамены по иностранному языку для старшеклассников начнутся 17 марта, а все остальные государственные экзамены для 9 и 12 классов пройдут в мае и июне. Но в связи с чрезвычайной ситуацией в стране экзамен по английскому языку был сегодня отменен. Учащиеся латвийских школ должны были сдавать централизованный экзамен по одному из выбранных ими языков. Английский был запланирован на 17 марта и 19 марта, но он перенесен на 12 и 15 мая. Немецкий письменный устный экзамен был назначен на 18 марта, состоится он 13 мая. Экзамены по русскому языку были назначены на 19 и 20 марта, но перенесены на 14 и 15 мая. По французскому 20 марта, но экзамен перенесен на 15 мая. На данный момент все отборочные туры латвийского праздника песни и танца среди школьников, конкурсы, совместные репетиции, а также конференции, национальные олимпиады отменены. Также перенесены все экзаменационные тесты на знание государственного языка. Согласно решению Кабинета министров об отмене публичных мероприятий в стране, Венспилский центр культуры отменил все мероприятия и репетиции. Были отменены не только все репетиции любительских художественных коллективов, но и все концерты коллективов на выезде. Также в Венспилском центре культуры сообщили, что за отмененные для сеньоров балы и за спектакль Венспилского театра жители города могут получить обратно деньги за приобретенные билеты. Те, кто билеты купил в интернете, уже оповещены и получат обратно деньги на свой банковский счет. В свою очередь, те, кто приобрел билеты на месте в кассах, чтобы получить обратно деньги за билеты, могут прийти в Беляйшу Парадейзе, которые находятся в различных торговых местах. В Венспилсе с воскресенья закрыт кинотеатр Кинореа. Последние сеансы состоялись в субботу вечером. Как сообщила Курзомскому телевидению пресс-секретарь Кинореа Екатерина Париенко, деньги за заранее купленные билеты вернули тем, кто купил их на сеанс детского мультфильма. В начале марта в кинотеатре была проведена дезинфекция. После каждого сеанса чистили сиденья в залах различной поверхности и ручки дверей. К сожалению, у кинотеатра возникли проблемы при заказе предусмотренных правилами дезинфицирующих средств для зрителей. За ними выстроилась большая очередь предпринимателей и предприятий, а поставщики обещают дезинфицирующие средства только после Пасхи. Еще раз хотим обратить внимание на то, что кинотеатр Рио с воскресенья 15 марта в нашем городе закрыт. Еще в субботу в Венспилском бассейне и в спа-зоне можно было встретить посетителей. Но, следуя правилам, принятым кабинетом министра в Латвии, уже в воскресенье 15 марта для посетителей были закрыты все спортивные базы Олимпийского центра Венспилс. На сегодняшний день не работают парк приключений, парк водных приключений, каток, баскетбольный холл, атлетический зал. Отменены все индивидуальные тренировки и тренировки всех спортивных клубов Венспилса. На данный момент в баскетбольном холле открыты только два помещения. Это кабинет, в котором работает физиотерапевт, и кабинет спортивного врача Эгилса Дзерве. В Олимпийском центре пока открыты кассы, в которых венспилсчане могут получить обратно деньги за билеты на различные мероприятия, которые были отменены. Кассы работают до 18.00. Венспилсчан просит обратить внимание и на тот факт, что в связи с закрытием спортивных объектов, работающие в Олимпийском центре кафе тоже закрыты, за исключением одного, которое продолжает работать в баскетбольном холле. Время его работы ограничено до 17.00. 14 марта в субботу в 8.30 утра государственная полиция получила информацию о том, что на шоссе Венспилс-Рига в Усмской волости произошла трагическая авария, в которой погиб человек. Водитель фольксвагена сбила пешехода, который на месте происшествия скончался. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося. Полиция просит отозваться очевидцев случившегося, позвонив по телефону 63 604 750 с 8 утра до 16.30 по рабочим дням или же по телефону 110 в любое время суток. До сих пор госполиция проводит досудебное расследование в рамках уголовного дела о несчастном случае, который произошел в октябре 2017 года, когда в Венспилском бассейне утонул маленький мальчик. Поэтому просят отозваться людей, которые 4 октября 2017 года с 16.00 до 18.00 вечера посетили маленький бассейн Олимпийского центра Венспилс, в котором проходили занятия по плаванию для детей. Госполиция просит очевидцев связаться с ней, позвонив в рабочее время по телефону с 8 утра до 16.30 по телефону 63 604 719 или же по телефону 110 в любое время. Или же отправить письмо госполиции по электронной почте, которую вы сейчас видите на своих экранах. Анонимность гарантирована. Полиция призывает быть жители ответственными, если вам не требуется немедленная или срочная помощь полиции. Рекомендуется подавать заявления, жалобы и другие документы в государственную полицию по электронной почте или же по телефону, избегая физического посещения полиции. Исключения составляют те случаи, когда человек, получив бумагу о том, что ему надо лично явиться в государственную полицию. На этом у меня все новости. Встретимся, как всегда, с вами уже в четверг, 19 марта. До свидания. В среду 18 марта в 7 часов вечера предлагаем вашему вниманию на информационном канале Скатвис и на интернет-портале Венспилс ЛВ прямую трансляцию, во время которой представители руководства города ответят на вопросы венспилсчан. Тема беседы – вопросы здравоохранения в Венспилсе, привлечения специалистов, очереди и готовность в случае распространения коронавируса. На вопросы ответит председатель Венспилской городской думы Айвар Лембергс, первый заместитель председателя Венспилской городской думы по вопросам сотрудничества Гунтейс Блумбергс и главный врач Севера Курзамской региональной больницы Эдис Илзинч. Вопросы можно задавать на портале венспилс.лв и на портале русвентасбалс.лв, можно отправить вопрос на адрес электронной почты ктвт.эд.курзам.ств.лв. В рабочее время вопросы принимаются по телефону 63 601 114. Во время трансляции вопросы будут приниматься по телефону 63 627 360 или же 291 853 71. Субтитры создавал DimaTorzok